Да, послушайте, я в сотый раз вам повторяю, Укрспирт это бюджетнообразующее предприятие, можно сказать оборонка. Да, я не хочу, чтобы Укрспирт возглавлял, а вы кто, понимаете? Потому что к главе Укрспирта требования покруче, чем к президенту. Что? Послушайте, не нужно путать доходное предприятие и убыточную страну. Да, чтобы вы понимали, мы объявления даем регулярно, да, но нет пока хорошей кандидатуры. Поэтому пока будет временно исполняющие обязанности. Как долго? Ну, пока печень не сядет. Я прошу прощения, а что вы ищете? Ищу счастья. А вы вообще кто такой? А я пришел на работу устраиваться. А, слушайте, ну, вакансию сторожа мы уже закрыли. Не-не-не-не-не, я это, на главу Укрспирта. Шутка, да? Шутка. Шутка. Нет. Вот. Ваше объявление. Вот. Требуется глава Укрспирта. Наша. Вот. Разрешите представиться. Евгений. Будущий глава Укрспирта. Шутка. Ох! И мне можно, пожалуйста, бактерии убить его? И тут с примеси. Я думал, хоть у вас частяк. Но ничего, исправим. А, послушайте, а вас не смущает, что вы пришли на собеседование пьяным? Я думал, это корпоративный стиль. Ну, правда, от вас несет прям за километр. Все правильно. Я начал уже рекламную кампанию нашего предприятия. Уже прям не терпится приступить к работе. Прям аж внутри все горит, как хочется работать. И я же, это, стакановец. А вы знаете, это заметно. Вы себя хоть в зеркало видели, а? На кого вы похожи? На маму. Нет, я имею в виду сейчас. На кого вы похожи? Находящий символ Укрспирта. Укр снаружи, спирт внутри. А, идеальная кандидатура. У меня даже визитка уже готова. Во. Женя, а с чего вы взяли, что вы подходите на эту должность? Так я, это, ну, сорок лет в отношениях со спиртом. Я, как никто, разбираюсь в вашей продукции. Да, я вижу. Вы с ней плотно знакомы. Знакомы. Да я со школьной скамьи с ней неразлучен, можно сказать. Ну, все понятно. Так. Охрана. Не, 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 я в охране уже работал. Я пришел управлять. Послушайте, как вы планируете управлять предприятием, которое производит больше миллиона литров в сутки? Чисто на инстинктах. Ну, между прочим, у меня даже есть свой маркетинговый ход. Вот, мы, значит, берем и внедряем систему долговых тетрадок во все алкомаркеты страны. Спрос вырастает прям в разы. Послушайте, какие долговые тетрадки. Вы понимаете, о чем вы говорите? Кандидат на эту высокую должность должен обладать широкими знаниями в экономике, финансах, администрировании, управлении и подбору персоналом. Я вот-вот лично сомневаюсь, что вы во всем этом разбираетесь. Поверьте, любой пьющий человек после третьей во всем этом прекрасно разбирается. Вот вы и разбираетесь. Неважно. Так, хорошо, скажите, как вы планируете привлекать инвестиции в нашу отрасль? Ну, поверьте мне, найти деньги на водку для меня не проблема. Там трешку займу, тут четверточок и все тип-топ. Вы понимаете, что собирать на бутылку и найти масштабные инвестиции – это абсолютно разные вещи? Я понимаю. Мы привлечем иностранный капитал, организуем дотации от государства на модернизацию механизма по распространению государственного бюджета. Неожиданно. А это откуда? Поверьте мне, когда хочется опохмелиться, я и не такое могу выдать. Ну, хорошо, допустим. С чего вы начнете? Ну, значит, я, как глава Укрспирта, найду главу Укрзакуси. Потом мы сработаемся с директором Укрминералки. Все, конвейер запущен. Все, собеседование окончено, спасибо. Да вы не понимаете, кого вы теряете. Да я только свистну, меня любая контора с руками и ногами оторвет. Вы серьезно? Ну, свистите. Налейте писяшечку. Чисто свисток смазать. Так, послушайте, все, вы можете идти, мы вам обязательно перезвоним. Не перезвоните. Ой, а с чего это вы взяли? У меня телефон в ломбарде. Ну, хорошо. В любом случае, я сразу вам хочу сказать, вас, ну, не утвердят. Да, ну, в смысле? Ну, давайте я там с кем надо посижу, перетру, там, выпьем, договоримся. Вы что, думаете, у нас все вот так вот просто решается? А вы как сюда попали? Не важно. Вот, слушайте, ну вы, как вы представляете себе работу до такой высокой должности? Ну, вы ведь даже не знакомы с элементарными процессами производства. Ну, правда. Выбираем, подготавливаем сырье. Потом ждем, пока оно забродит. Перегоняем, очищаем и вуаля! Да, продукт готов. Хм, снова неожиданно. А это откуда? Скажу по секрету. У меня дома был, как бы, маленький нелегальный филиал вашего производства. А, а почему был? Пропил. Понятно. Ну что ж, что я могу сказать? Алкаш. Ну, вот смотрите, у нас в Автодоре кто? Поляк. Укрзалезница немец. В портах латыш. Укрспирт алкаш. Все логично, но... Неужели вы не понимаете, что у нас на эту должность очень серьезный конкурс? Говорите, какой? Что, там, карандашиком в бутылочку попасть? Ей точно не на штанину перекатить. Так я в конкурсах чемпион. Нет, ну вы правда не понимаете. Ну вот смотрите, вот только анкета для соискателя на эту должность. На шести листах. Тут 253 вопроса. Ну вот, пожалуйста, вот самый простой. Вы можете назвать ваши сильные стороны? Ну, во-первых, я трудоголик. Хронически? Я так понимаю, это все ваши сильные стороны, да? Нет. У меня еще рука легкая. Я любую цару могу ровненько на троих разлить. А в коллективе это очень ценится. Ну хорошо, допустим. Вот, еще один вопрос. Как вы себя оцениваете? Каковы ваши финансовые запросы как руководителя? Готов получать продукции. Господи, вы хоть понимаете, какая зарплата может быть у главы Укрспирта? Нет. А сколько предыдущий получал? 545 тысяч гривен в месяц. Нихью! Это же получается на 20 тысяч. Вы в доллары переводите? В литры. Дайте мне два часа поработать, мне на всю жизнь хватит. Послушайте, ну вы правда не понимаете. У главы Укрспирта только в прямом подчинении будет более 350 человек. Сколько? 350. Так это же здорово. Каждый день можно дни рождения праздновать. Вы в любом случае нам не подходите. Потому что глава Укрспирта должен зайти не только сам, но и привести вместе с собой команду. Не вопрос. Мужики! Я не понял, это кто такие? Это моя молодая, но очень опытная команда. Александр Константинович. Для друзей можно просто... Шура! Шура! Да, да, вот он. Разрешите вашу Руську? Не, 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 не. Шура, Шура, Шура! Это не Люся с наливайки. Предлагаю сдать знакомство. О, это моя правая рука, Евгений Иванович, директор по инновациям и экологии. Шура, честь имею. В данный момент занимаюсь перспективным направлением. Ежедневная сортировка твердых базовых отходов. Картон, полиэтилен, стекло. Ну, слушайте, все понятно, ваши друзья тоже алкаши. Ну, я бы уважительнее относился к вашему будущему начальству. Так, послушайте, вы знаете, вот, даже если гипотетически допустить, что вдруг произойдет нечто невообразимое, я не знаю, солнце упадет на землю, и вы вдруг станете главой Укрспирта... Укрспирта! Поздравляю! Спасибо! Гипотетически, то вот с такой вот командой вы все продадите, разворуйте и протеряйте. Понятно? Я думал, это общегосударственный тренд. Так, пусть они подождут за дверью, пожалуйста, пусть уходят, все. Все, мы от территории. Давайте. Я надеюсь, они не забудутся. Не переживайте, для них же это как Диснейленд. Они с детства мечтали сюда попасть. Так, ну, покажите мне мое рабочее пространство. Директор Укрспирта работает в этом кабинете. Плохо. Начальство должно быть ближе к производству. Вы что, хотели бы сидеть в цеху? Еще ближе. Я бы хотел, так сказать, плавать на матрасе прямо в резервуаре. И чтобы в любой момент можно было стаканчиком так зачерпнуть и тут же продегустировать свою продукцию. Я не понимаю, правда, почему вы такой зацикленный? Ну, поймите, Укрспирт это не только алкоголь. Наша продукция есть в парфюмерии, в бытовой химии, я не знаю, в вымывателях, в конце концов, для авто. Знаком с каждой позиции. Так, послушайте, все, мне это надоело, до свидания, все, уходите. Ну, что вы так, ну, что конкретно вас во мне не устраивает? Ну, вы знаете, самая малость, все. И все? Да вы просто придираетесь. Ну, хорошо, давайте, вот, пожалуйста, анкета. Давайте чисто ради формальности ее заполним. Вот, ручка. Давайте. Прошу, заполняем. Можете вы, а то я что-то разнервничался. Хорошо, давайте. Образование? Есть. Какое? Одесская академия управления. Под патронатом президента. Ух ты. Что, и диплом есть? Да. Но он в ломбарде. Так, послушайте, правда, все, мне надоело. Хватит, на выход, пожалуйста, все. Ну, подождите, ну, что сразу, прям на выход. Алло, кого? Какого еще Евгения Валерьевича? Это, это, это меня. Это с производства. Алло. Что? Нашли склад с готовой продукцией? Быстрее меня утверждайте, а то я останусь без команды. Послушайте, я прошу вас, уходите, пожалуйста, все, больше никаких компромиссов не будет. До свидания, все. Пока вы тут думаете, можете мне дать, ну, в счет моей будущей зарплаты, 225 гривен. А что это за сумма такая интересная, 225 гривен, а? Вот вы интересный, тут работаете, не знаете, сколько ваша продукция стоит. Так, все, пожалуйста, покиньте помещение, прошу вас, все. Да. Это, это, это по работе. Вы у нас не работаете. Пока. Валерьевич, как дела? Константин Иванович, переговоры идут с переменным успехом. Вау. А что с Иванычем? Мы нашли цех производства технического спирта. И ему говорю, Иваныч, а он не птики. И, короче, пфуф. Ай-яй-яй. В общем, он ослеп и теперь не видит препятствий и целей. А, простите, что вы сказали, что с ним? Ослеп наглухо. А ну-ка, введите его сюда. Иваныч, на звук, на звук, на звук. Давай, давай, вот сюда. Осторожно, да? Бритяне. О. А, свет. Это же так прекрасно. Ну, в смысле того, очень плохо. Но у нас сейчас грядет большая приватизация, поэтому прошу любить и жаловать наш новый директор Укрспирта. Котина, подсидел, да? О-о-о, Валерич, 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 Валерич. Так он же слепой. А я же вам сказал, у нас грядет большая приватизация. А вот именно с таким генеральным директором мы сможем продавать заводы так, что их никто не заметит. Добро пожаловать в новую должность. Добрый вечер. Ну что ж, давайте начинать наш сеанс. Я прошу прощения, а где Альберт Наумович? Он заболел. Но вы не волнуйтесь, вы знаете, у меня огромный опыт и великолепные рекомендации. Нет-нет, вы нас не поняли. Мы не за себя. Мы за вашу психику переживаем. А, не нужно переживать. Знаете что, давайте лучше вначале разберемся, что у нас за группа, да? Алкоголики, наркоманы. Хотя, смотрю на вас и понимаю, что тут оба варианта подходят. Вы знаете, это собрание деньгозависимых. Да вы что? Ой, что-то новенькое, так здорово. Ну, давайте начинать, или мы кого-то ждем? Нет-нет, можем начинать. Давайте я предлагаю с новенького начать. Я? Да. Давайте, давайте. Добрый день. Меня зовут Андрей. Я топ-менеджер УкрНафтогаз. Привет, Андрей. Здравствуйте. Привет, Андрей. С окладом полтора миллиона в месяц. Андрей, ты молодец, что пришел, сознался. Ничего, мы все тоже с такой ерунды начинали. Правда? Да, потом все пошло, поехало с нормальными зарплатами. Ну, это не считая новогодних премий. Я прошу прощения. У вас при таких зарплатах еще и премии? Конечно, на такую зарплату особо не проживешь. Полтора миллиона? Ну, так это в гривне. Молодец, что признался. Спасибо. Садись. Не каждый так сможет. Да, да, да. Добрый вечер. Меня зовут Максим. Я топ-менеджер УкрЗалезныцы. Привет, Максим. Привет, Максим. И в этом году мой суммарный доход превысил... Максим, смелее. Тут все свои смелее. Секундочку, я просто считаю. Превысил на три миллиона примерно. Ну, это неплохо. Всего на три миллиона превысил свой доход. Нет, нет, не свой. Это доход всей УкрЗалезныцы. Красава, Максим. Молодец, молодец, Максим. Ну что, давайте я... Ну что ж, меня зовут Иван, и я топ-менеджер УкрАвтодора. Скажите, а почему ему никто не хлопает? У нас его тоже не любят здесь. А, вы же новенький? Да. На машине приехали? Нет, на вертолете. Тогда вам не понять. Извините, что мы вас перебили. Нет, нет, ничего. Я привык, что у меня за спиной шушукаются. Извините, это... Работники дыры латают. На чем я остановился. А, да. Ну вот, за этот год я... Закопал... Блин, прям сказал, закопал. Да, нет, закатал. Нет, тоже не такое слово. Заработал. Заработал. Давайте я лучше напишу. За этот год вот сумма вот такая. Ну, так это же на 2 миллиона меньше, чем в прошлом. Да, но в этом году это в долларах. И это без новогодней премии. Чистый кэш. Да ну вас нахер. Ну, ушел. Что будем делать? Продолжать. Помните, у Альберта Наумыча тоже вначале был такой же приз? Да, да, да. О, быстро очухался. Здравствуйте. А вы кто? А я топ-менеджер Укорпочт. А вы уверены, что вам сюда? Ну да, вот мне письмо пришло с приглашением. Вот, сегодня же первое число, да? 22-ое. Ну, я надеюсь, июнь? Март. Но год-то... 2019-ый. Ничего себе, полтора года шло. Вот работнички вот эти. Вот вот эти работнички. Ну ладно, я уж посижу тут раз пришел, да? Садитесь, садитесь, да. Я ж чего опоздал-то? Я ж на велике сюда ехал. А дороги, знаете, у нас сами какие. Я вообще не понимаю, кто этим укроавтодоровцам рукожопым... Вообще зарплату платит, а? Я бы им руки-то по-по-по-пообривал бы всем. Михаил, Укорпочта. Ваня, просто Ваня. Скажите, а что здесь делать надо в клубе в этом, а? А вы знаете, здесь нужно просто встать, представиться и сказать, сколько вы заработали за предыдущий год. Ага, сейчас. Это... Это государственная тайна. Тайна. Да какая-то уже тайна в 21 веке. Можно сейчас в Фейсбуке посмотреть, где живешь, где отдыхаешь, на чем ездишь. Все понятно? Извините, где посмотреть? В Фейсбуке. А что такое в Фейсбуке? Слушайте, ну хватит придуряться. Ну, это же открытая информация. Или вы до сих пор получаете зарплату в конвертах? Ну да, в конвертах. Вот, недавно 5 миллионов выдали. О-о-о. Долларов? Конвертов. Я пока продал, чуть с ума не сошел. Скажите, может быть, кому-то марочки нужны, а? А что, я бы лизнул. Какие есть? Есть с 8 марта. А есть запрещенные с 23 февраля. А типа с 8 марта разрешенные, да? Ну, пока такое. Почем? 50 копеек штучка. А что так дешево? Это для своих. Так 55. Договоримся. Господин полицейский. Как здорово, что я вас встретил. Арестуйте. Вот это. Логово коррупционеров. Вот. Арестуйте их. Давайте. Взять. Взять. Здорово, Петрович. Привет, Петрович. Привет. 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 Менеджер Министерства внутрешних справ. И меня навыть не хвилюет, яка у меня зарплатная. Мне не выстачает. Молодец, Петрович. Молодец. Пока. До встречи в бане. Пока. Так это как бы, ну, ну, ай. А ты не расстраивайся, психолог. Пока. Пока, Петрович. Я извиняюсь, давно хотел спросить, а что это за бомж там сидит? Он с другого собрания, что ли? Нет, это не бомж, это очень уважаемый человек, Александр Константинович. Саша. Шура. Да, Саша. Твой выход. Здравствуйте. Я топ-менеджер Укрспирт. Я алкоголик. Молодец, Шурик. Молодец. Скажите, а почему он так выглядит? Стадия запоя. Бабла немерена. Шурик, скажите, сколько за этот год вы заработали? А, ну, это... Ху... Может, вы напишите? А! Ого, сколько налей. Да нет, это у меня руки трусатся. Ну, может, тогда вы нам озвучите? А, ну так это... Так, я даже не знаю, как эта цифра называется. Да, конечно, Шурик красава. До сих пор на алкоголе. Мы-то все уже в высшей лиге. На нафтезине. Да. На нафтезине. А я вот тут, кстати, разнюхал. Оказывается, Укрнафтогаз в этом году вышел в прибыль. Да, от вас ничего не скроешь. Мы в этом году заработали 100 миллионов долларов. Да, собственно, по этому поводу мы себе премии выписали. Большие премии. Ну, после выплаты премий убыток компаний составил 50 миллионов. Ммм, по-божечки. Кстати, Укрзалезница. Да. А вы, говорят, открыли шаттл до Борисполя. Да. И за сколько по времени можно добраться? По-разному. В среднем полчаса, если без пересадок. Каких пересадок? На другой поезд? Нет, на такси. И сколько же стоит билет? По-разному. Если ехать сразу с вокзала на такси, то дешевле. А что же вы на этот шаттл не продаете в интернете билеты? Шмешно. Слышишь, умник? Как только на трассе Кривой Рог Николаев появится первый кусочек асфальта, мы сразу же продадим первый билет в интернете. Кстати, если там появится асфальт, то мы у себя в ощадбанке поменяем все старые матричные принтеры на новые. Ну, вот эти. Ну, если вы в банке замените принтеры, тогда мы застелим автобанами всю страну. С севера на юг, с запада на восток. А мы тогда в Сургуч отменим. И голубей распустим. Капец. Сколько лет сюда хожу, а тосты не меняются. А я же уже выписал себе премию. За прошлый год? Нет, за этот. Не рановато ли? Ну, просто в этом году выборы я решил заранее. Нет, хорошая идея. Хорошая. Я прошу прощения, а как вы себе сами премии выписываете, а? Эх, Укрпочта, Укрпочта. Просто нужно каждый год повышать тарифы. И все? И все. Алло, Клара Захаровна, бейте телеграммой во все наши отделения. Диктую текст. Повышаем тарифы. ЭЧК. В два раза. Высколзнык, высколзнык, высколзнык. Да, Клара Захаровна, это срочно. Постарайтесь отправить до конца месяца. Спасибо. Я на совещании. Понял, хорошо, передам. Так, мужики, а ну скажите мне, чем мне лучше срочно документы передать? Поездом или автобусом? Зачем поездом, автобусом? Есть же Укрп... Да ты даже не заикайся. Так, я думаю, бутылкой по Днепру будет быстрее. Господа, господа, а кстати, кто где отдыхать любит? Я предпочитаю Швейцарию, это финансовый рай. Ой, а я обожаю Австрию, там невероятные поезда. А я обожаю Германию, какие дороги, боже мой. Трусковец! Отдохни с кайфом! А почему хотя бы не в Грузии? Да поздно пить боржоми уже, за что? Кстати, господа, слышали, в Америке шатдаун... А что такое штрандраун? Шатдаун это когда не работают все государственные учреждения. Учреждения не работают, но зарплату ведь получают? Нет. И эти люди нам выделяют деньги на реформы госструктур? Да мы просто красавцы! Да, но все равно работать сложно. Тому занеси, тому дай, тому подмашь. Да еще и в бюджет нужно отчислять. Ой, мы бюджетом вообще не заморачиваемся, это мелочь. Послушайте, опять усну. Опять одно и то же. Мне кажется, уже пора от него избавляться. Пора избавляться. Как вам не стыдно? Если бы не Укрспирт, Никто бы не ездил по вашим дорогам. Никто бы не ездил на ваших поездах. Никто бы не брал кредиты в ваших банках, чтобы оплачивать ваши счета за газ. Ну и никому бы в голову не пришло что-нибудь отправить Укрпочтой. Алло, Гена. Гена, здорово. Ты прикинь, только что. Сижу на работе, ничего не делаю. И тут смс-очка приходит с премией. Гена, там столько нулей, что в одну смс-ку не влезло. Двумя пришло. Гена, я представляю, если мне зам-заму-зама пришло такое, то сколько б пришло смс-ок тебе. Шеф сказал же, у него кредитная карточка вообще треснула после выплат. Так, ну ладно. Давай, Гена, у меня тут поезд. Все, давай, обнимаю. Так, рельсы, рельсы, шпали, шпали, ехал поезд запоздали. Чому кажуть, що Укрзалізниця не будує нові дороги? Ось, нова доріженька. Сніг на колію упав, а зам-зам його прибрали. Дин-дин! Уважаємі пасажири, с першого пути відправляється поїзд Київ-Амстердам. Йегор Григорьевич, к вам посетители. Я ж сказав, у мене санітарна зона, нікого не пускать. Його прислало министерство. Сказали принять обязательно і ввести в курс дела. Чёрт! Давай, запускай! Гуден так! Я Уліман із Германии. Це я бачу. Як звуть? Уліман. Я із Германии. Консультант от Дойчі Бан. Уліман із Дойчі Бан? Я. Можна я коротко буду тебе називати Улібан? Я. Ну, привет! Гуден так. А, ви вже так здороваєтесь? Здрасте. О, сухай, ти як раз вчасно. Я тут Мерса в Германии присмотрел, трошки битого, ну, дешевле, чем в салоне. Можеш перегнать? Найн. Я здесь по другому вопросу. А-а-а. Руководство Дойчі Бан деликировать меня как консультанта. Ваше правительство нанять нас подписать договор на 10 лет о сотрудничестве. Нас консультировать? Я. Лучше б вони цирк Дюсселей для Верховной Рады заказали чи для Автозаза. А нас че консультировать? Я не понимаю. Чтоби уменьшить ваші расходи. Да? І скільки вам за це заплатять? 90 мільйонів. Ніхреново уменьшили. Так, ну, слухай, а вас случайно не запрошували консультировать українське госькіно? Найн. Странно, странно, потому, що снимають вроде українські, а получается жёсткі немецкі. Вот, хотя бы взять свингеров с Поляковой. Дивився? Найн. Не понимаю, о чём ви. Ну, королева ночі. Ну, песня ни о чём, конечно, но вдуть хочеться. Предлагаю приступити к роботи. А, ну... У меня к вам есть вопросы. Ну, давай, давай, пару вопросов и по домам. Найн, Найн. Найн, не пара вопросов. У меня к вам десять. Ого! Тысяч вопросов. «По-по-по-по-по-по-по-по подожди, подожди-ка, подожди. Сейчас мне нужно срочно позвонить. Алло, Гена? Гена, тут, слышишь, а что я занимаюсь этим лейбаном? А, те остальные на балиничном? Понятно, красавчики. Слухай, он тут мне какие-то питания собирается задавать? Может, его по классике в сауну с девочками? А он не по девочкам. Ну, в принципе, в принципе, после такой премии я могу, конечно, а вот так он сюда работать приехал? Ничего себе. Ладно, давай. Ну, доброе, попроцюю трохи справочной. Слухаю. Зо, начнем с простых вопросов. Давай. Почему у вас такие большие затраты на обслуживание? На обслуживание? Ты с простого начал. Вот, а ты мне скажи, как вы с государственной структуры выводите гроши в кэш? Никак. Это коррупция. Мы платим налоги. Это, конечно, очень благородно с вашей стороны. Но у нас тут так не принято. Это традиция. И не я ее придумал, и не мне ее менять. Давай наступный вопрос. Никак. Почему у вас такие большие залежи угла на складах? Это же замороженные деньги. Это зима нас подкосила. Мы же готовились до минус 20. А тут, бачишь, лето на двори. Не волнуйся, не волнуйся. Мы уже дали задание нашим проводникам. Они весь цей уголь спалять в вагонах за лето. Где там? Да ты не волнуйся, не парься. Мы так завжди робим. Ну, будет трошки жарче, чем в котле. Ну, ничего страшного. Никтуд. Что вы делаете, чтобы укрыться лесницей стал прибыльной? Шо-шо? Увеличиваем стоимость проезда? Неправильно. Нужно улучшать качество сервиса, чтобы людям хотелось ездить на поезде. Не-не-не-не-не. За то, чтобы людям хотелось ездить на поезде, отвечает Украфтодор. Нихткуд. Перейдем к вашим секретным разработкам. Давай. Почему у вас в каждом ваконе на окошке висит какой-то санавеска? Это не какой-то санавеска. Это наша национальная забава, как у москалей в лаптах. Вот представь себе. Ты ее вставляешь, она выпадает. Ты ее вставляешь, она выпадает. Вставляешь, выпадаешь, 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 выпадаешь. Дивись, а три годыны уже прошло. Никто. Почему у вас в оконах до сих пор нет розеток? Во-первых, не во всех. А во-вторых, ну да, тут согласен, конечно. Но ты же не понимаешь, это же система. Тут все взаимоповязано. Вот, например, у людей сел в телефон. Ему скучно, он не знает, что делать. Тут дип, занавесочка. Я говорю, вжик-вжик, 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 вжик-вжик. О, уже пятой хатки, выходим. Вы истефаетесь? Не-не-не-не, ты шо? Як мне рассказали, так я тебе и пояснил. Никто. Скажите, пожалуйста, что такое санитарная сона? Хто военная тайна? Можешь меня катувати, бить, и я тебе ничего не скажу. Никто. Переходим к экономическим вопросам. А до цього, какие были? У вашей компании слишком большой расход на персонал. Потому что люди, то наше все, то наше богатство. Найн. Вы должны сократить 50% людей в этом году и 30% людей в следующем году. Ты у Либан поосторожнейше. Со своими сокращениями. Люди зараз на взводе. Им тики за газ приходит по две платежки. А ты сокращение. Ты шо? Не-не, нельзя. Но иначе компания может опанкротиться, и они все равно окажутся на улице. Да и хрен с ним, иначе. Даже вы. Да ведь я. Я-я. Це аргумент. Так, а ну давай, седай, седай. Подививось, кто там у нас лишний, так сказать. Фот. Что это за тысяча человеков? Це. А, то эти стукачи. Кто? Ну, тук-тукеры. Ну, ходят с такими длинными молоточками по перрону. Тук-тук. 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 Что они шукают, никто не знает. Но им нравится. Я думаю, их можно сократить первыми. Ты шо? Нельзя. Ни в коем случае. Ты представляешь, если сократить тысячу отмороженных человек. Они ж рельсы просто разворуют к чертовой матери. Не-не-не, ты их не трогай вообще. Дальше. Почему у вас такой большой штат кассиров? Какой большой? Фот. Ни хрена себе. А у вас шо, меньше? У нас давным-давно все билеты можно купить в интернете. Да? Или в автомате. Кондукторы в некоторые поезда даже не заходят, потому что люди честно покупать билеты. Не-не-не, у нас вся схема не спрацює. Ты як тиги таке введеш, на следующий день Укрзалізниця банкрот. Все. А что это за люди с пометкой «не увольнять никогда»? Тю, ты шо? Тож депутатська касса. Кто? Тоже нельзя увольнять, начнут воровать? Не-не, вони вже обслуговують тех, кто накрал. Понимаешь? Ну, ты, у вас шо, депутаты в обычных кассах скупляються? Конечно. Слухай, давай, лично просьба. Депутатські касси не трошь. Давай, потом зачтёмся. Следующий, следующий. Так-та, у меня главный вопрос. Давай. Кто эти люди, которые получают 90% всего зарплатного фонда? Ты шо, вообще, Улебан, не понимаешь? Тут такие люди, шо, на них вся система тримается. Ты их убери, и всё, вся схема порушится. И что они делать? Шо, ну, вони... Сейчас, секундочку. Гена, слушай, тут он мне такие питания ставит. Давай, помогай. Ты шо делаешь? Не, не сейчас, я слышу, шо ты в туалете. Я имею ввиду официально. Закупки, тендеры, откаты. Так, шо они делать? Люды працюють. Люды працюють. Давай так. Бартер, ты цих людей не трогаешь, а у цих вот стукачей нахэн с пляжа. Найн. Вам нужны реформы. К 2025 году фи должны перейти на скоростные поезда с сидячими местами. Вообще без проблем. Мы в купильных вагонах снимаем двери, ставим лавочки, там 15 человек сядут. И всё, мы готовим. Найн, найн, найн. Комфортабельные, високоскоростные поезда. Високоскоростные? Я. Ты маешь на увазе, шо, до 90 кмч? Найн. Шо, сто? Двесті. Ты шо? Двесті 50. Улі, Улі, шо ти таке кажеш? Ви шо нас поубивати всіх хочете тут? А чему? Та потому, шо, якщо наш поезд розженеться до сотні, чай просто в окно выпрыгує. Занавеска грає сама собою. Шик-шик-шик-шик-шик-шик-шик-шик-шик-шик-шик-шик-шик-шик-шик-шик-шик-шик-шик. А якщо якийсь п'яний улібан, ну, в смысле, Не ты, а там Из наших Дерни стоп-кран То проводница с одного туалета Прилетит вдруг и за 2 секунды И что? Поймите Мы хотим вам помочь Не надо нам помогать Я хорошо знаю историю Каждый раз, когда немцы нам помогают Мы получаем трендюлей от москалей В этой системе Нужно все поменять В нашей стране все работает по принципу Работай ради клиента А тут працюе Не чипай Такая страна Так, и все-таки давайте вернемся к спискам Давайте С нового кода нужно набрать новый персонал Что значит новый? А старый куда? Куда передовиков? Кофо? Ты что не знаешь? А ну, Танюшу, пришли мне Зараз я тебя познайомлю Это Танюша Наша проводница Передовица Рекордсменка Укрзалізниці Одного разу Собрала вафельник полотенець Більше, ніж роздала Чай десять Чай десять Вафле двадцать А если я не хочу чай? А я кого-то спрашиваю Танюша, знаемся Це улебан Я вижу Не, він Приехав консультировать нас Из Германии Ты була в Германии? Только дед Вы не звертайте Уваги Вона тік із рейсу Трое суток в плацкарте Поэтому она еще чувствует себя хозяйкой Дас іст капут Чого? Дас істав катастроф Так не може твиклетит профотник Профотник – это лицо компанії Вас істас Вас істас Вас істас Дас істас Дас істас Підбирав по своєму образу і подобі Най-най-най-най-най-най-най-най-най Чого? Профотник Дошен віклетит так Встрічайте Эталонний проводник Дойче Бан Грета Грета біте А шо ти лыбіся, як будь-то весь чай продала? Я вибачаюся, шо оце, о така вот Грета буде ходити по нашому поезду і заспокоювати заробітчан, які бухають шо стоївечера Я? І як це вона зробить? Грета, піте Я посмотрю на часи, скажу «Ай-яй-яй, как поздно, ложитесь в кровать» А та шо ти скоріше та на них сама в постель ляжеш і ж вони заспокоїться Танюша Я продам їм баклажку тєплого тємного пива, А не полернут і через 15 минут в агоне полнатаі тишина Профісіонал А що ви будете робити, якщо у когото із пасажирю заболєbble? голова а что это буду это у меня есть аптечка танюша а если он мне понравился то мне пофигу болит у него голова не болит будет мой и ночь будет горячей как прошлый понедельник анчур деген но крета может оказать первую помощь сделать искусственное дыхание массаж сердца танюша может с утра принести бутылочку холодного пивка отцы круче чем три массаж сердца вот давайте я смоделирую ситуацию да вот поезд текишу трону все и вы замечаете что по перрону бежит пассажир с шумоданами да и вот ваши действия я пассажир вы пассажир до пассажир я попросить начальник поезда остановить поезд и помочь пассажиру подняться в поезд класс танюша поедешь на следующем ци укрзалис нэкс а ай 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 это катастрофа чего тут реформы не помогут крета собирайся мы еще от германия ты на поезде на самолете чина в машине конечно на поезде а билеты купил най билете уже два месяца я к ним а пиде дэш в депутатскую кассу и скажешь что ты от гены понял най най это коррупция мы пешком пойдем крета куда пешком а як же вы дойдете до германии пешком ничего мой дед дошел и они дойдут танюша пойдем 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 а не рупина термінова новина сьогодні керівництво укравтодору через невідомі причини в повном складі не вийшло на роботу телефони не відповідають місце перебування чиновників невідоме ми і далі стежитимомо за розвитком подій о проснулся где я вы в секретном гараже в каком гараже а в таком гараже в котором я ремонтирую ходовую пять раз в год после ваших дорог а где я был да тут недалеко в коме инсульт не бейсбол хорошая игра слушай ты посиди пока а мне надо позвонить никуда не уходи хорошо молодец алло полиция директор автодора у меня в заложниках помогите закрой рот так вот а мои требования да такие же как и у всей Украины сделайте нормальные дороги все жду вы террорист я да вы что неужели это из-за меня миллионом людей искалечили машины а поймите все не там там не все так просто да я все понимаю во-первых очень сложные климатические условия да вот некачественные материалы да неправильное использование дорог да может тебе ноги сломать а нет да нет пожалуйста не надо почему как вы меня нашли да это было не сложно только к тебе идет шестиполосная дорога с разметкой знаками подогревом и даже крышей над дорогой а вы кто я я мечта всех водителей Украины и твой страшный сон хе-хе 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 вы вы что меня убьете вы что меня убьете ну что вы такое говорите ты так легко у меня не отмажешься хе-хе-хе я приглашаю тебя в увлекательное путешествие украинскими дорогами. И для начала мы поедем в Кропивницкий. Куда? Кировоград! Нет, 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 пожалуйста, нет. Ну, пожалуйста, можем поехать в Кривой Рог. Нет, только не туда. Ну, можем в Сумы. Один хрен дорог нигде нету. Откуда вы это знаете? Я дальнобойщик. Бывший. А знаешь, почему я бывший? А угадай, где моя фура? Поломалась? Провалилась. Подлёд? Под асфальт! Я очень сочувствую, но если вам надо куда-то ехать, у меня есть вертолёт. Я знаю. У тебя по декларации есть и вертолёт, и самолёт. У тебя всё есть. Только совести у тебя нету. Вот и дорог у нас нету. Что это за провода? Это что, электрический стул? Нет, это круче. Это первый в мире симулятор украинских дорог. И у него даже есть два режима. Первый и... Твою мать! Ну что, какой попробуем? Я так и думал. Поехали! И долго мне так ехать? Ну, ещё километров четыреста семьдесят. Ну, только пиолистского жми меньше. Так мы же ещё по Киеву едем. Перед вами проспект Глушкова. Так мы же его недавно отремонтировали. Ра-ва-ай-ай-ай-ли! Прикинь! Едем дальше. Больно? Да. Это люк. Пожалуйста, не делайте так больше. Вот и мы просим, не делайте так больше. А вы же нет. Ай, больно! А это был открытый люк. Тебе ещё повезло, что подушка безопасности не сработала. А нет! А нет! Кто поймёт эту технику? Взяла и сработала. Не спать, здесь же дерево! А-а-а! Какое дерево? Откуда? Какое самое главное дерево, которое вы вставляете в открытие люки? А-а-а! А-а-а! Пожалуйста, мы так больше не будем. Да? Ну, ладно. Спасибо. Спасибо, мы уже приехали. Я поздравляю вас. Вы прошли первый уровень. Это была имитация автомобиля типа джип. А сейчас... Мы пересядем в автомобиль, на котором ездит большая половина Украины. Добро пожаловать в Деуланус! Пожалуйста, не надо. Надо. Я даже дверку за вами закрою. А-а-а! Ой, простите, не закрылась. А-а-а! Черт, и со второй попытки почему-то... А-а-а! Да черт с тобой поедешь с открытой! Можно я хотя бы в туалет сначала схожу? Нельзя! Мы же в пробке стоим. А знаешь, почему пробка? Ремонт дороги. В понедельник утром в час пик. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну ведь они тоже работают. В понедельник. Асфальт кладут. АПЛОДИСМЕНТЫ Пока они просто ходят, курят. АПЛОДИСМЕНТЫ АНЕКДОты друг другу рассказывают. АПЛОДИСМЕНТЫ Может продлиться до двух недель. Ну мы так долго ждать не можем, поэтому едем дальше. АПЛОДИСМЕНТЫ Ай, это что, опять люк? Нет, это стык. АПЛОДИСМЕНТЫ Новой дороги и старой. АПЛОДИСМЕНТЫ Как тебе? Не очень. По-моему, отлично. Мне так кажется. Едем, едем, едем. Поехали, поехали, поехали. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Шулявский мост обвалился. АПЛОДИСМЕНТЫ Когда же мы на трассу-то выйдем уже? Да мы вот уже выезжаем, выезжаем. Вот она трасса. Ну вот видите, нормальная же дорога. Да, автобан. Недолго музычка играла, да. Ну вот опять нормальная дорога, видите же. Ага. А-а-а! Это что такое? Это поворот на Кировоград. Предупреждать же надо. Вот и мы просим предупреждать. Ставьте знаки на опасных поворотах, а не венки. Поехали, поехали, поехали. Едем, едем, едем. А-а-а! Что случилось? Я что, умер? Да нет, просто наступила ночь. Но ночью нужно ехать очень осторожно. Потому что мало ли что там на дороге. Все что угодно там может быть. Может даже ремонтная техника без всяких опознавательных знаков. Бывает едешь так, а тут техника и ты как? Но ведь у машины должны быть фары. Это правда. Ну, мне кажется, что и вдоль дорог должны быть фонари. Или лучше их сделать под глазами. А, давай! Нет, пожалуйста, вы же видели там знак ремонт дороги. Да, там есть знак ремонт дороги. Но в таком месте... Как бы это слово подобрать? Давай я лучше тебе в это место лопату засуну. Нет, нет, помогите! Помогите! Черт! Быстро вы меня нашли. Здесь держит директор автодора. Все, я сдаюсь. Спасибо вам. Мы не к вам. Спасибо. За что? За что? Четыре приуса угробили! Ну, вы же должны помогать людям. Точно! Точно! А давайте мы вам нашу дубинку оставим. Не надо, у меня своя. Извините, пожалуйста. Там еще водители скорой помощи, троллейбусов, пожарных. Ну, все... Всем не терпите получить порцию удовольствия. Я всех понимаю. Всех примем. Всех. Зовите! Отлично. А ты молись. Я атеист. По нашим дорогам оно и видно. По-моему, только в Украине. Каждый второй... Нет, каждый водитель мечтает прокатить чиновника автодора на велике без седла. Это тебе от водителей скорых. Здрасте. О, отлично! По-моему, только в Украине стадо коров, проходящие через дорогу, залатывает больше ям, чем Украфтодор. Это тебе от водителей приусов. О, отлично! И, по-моему, только в Украине самая лучшая дорога – это брусчатка, вымощенная еще в 18 веке. Ребята, вы не охренели? Это тебе от всех нас, от водителей Украины! От водителей Украины! А, прошу, но здесь очередь. Я постоянный клиент. Майже оптовик. Извините, пожалуйста. Я здесь с утра. Сядьте в очередь. Вы кто? Литва? Да. Ну, добрый. Чего? Чего разгрались-то? Ой, звеняйте. О-о-о-о! Прошу, но я пришел раньше вас. Так, ты кто? Польша. Слушай, Польша, я зараз сделаю один звоночек, и будете вы свою клубнику сами собирать. Вот и все. Я извиняюсь, вы брать или возвращать? Возвращать? А что, в эту организацию кто-то возвращает? Вот ты, когда корову подожишь, ты что, ей молоко обратно даешь? Вот и представь соби, что МВФ, то наша корова, и мы едуем. Скажите, а чемоданчик у вас не за великий? Да нет, я думал, что наоборот, маленький. Тому взял немножко пакетов. Дай Бог, все влезет. Извините, а какую сумму вы хотите брать? 450 миллионов евро. Прошу, прошу, почему не 500 так удобнее? 500 погано делится на 450 человек. Мы же там все кумы. Вы же не хотите, чтобы мы посварились, правильно? Слушайте, а тут все, с Кипра никого не было? Потому что я сразу в офшор вывел, чтобы два раза не бегать. Не? Ну ладно, ладно, потом. То есть вы так открыто признаете, что у вас в стране есть коррупция? Какая коррупция? Когда кум куму дает деньги, то семейные отношения. Так, батюшка Никодим. Так, так, добрався вашими молитвами. Так, что, что? Поставили свечку за меня? Дякую. Что, что? Дякую, под храм не припаркуешь? Ха, смешно, смешно. А что конкретно вы хотите? Бентли Сильверс Пюр. Ничего себе. С иконками в торпеде? А какие иконки? Цифровые или аналоговые? Анимированные? Вы даете в ногу со временем? Все будет, все будет, давайте. Ничего себе. Прошу, прошу, а вы на какие цели, на что берете кредит? Ну, да, в основном на борьбу с коррупцией. И что, постоянно дают? Прикинь. Вона все росте, росте, а они все дают и дают. И замкнутий круг. А какие у вас умовы по кредиту? Ну, там треба пенсийный век подняти, цены на газ подняти и провести гей-парад. И вы все выполнили? Ну, кроме одного, я хочу спросить, че можно цены на газ не поднимать, а провести два гей-паради. Потому что газа у нас мало, а участников параду хватает. Ничего себе. Германия. У вас что, тоже кризис? Найн. Я нихт не понимать. Мы никаких кредитов не берем, а долг все растет и растет. Такое ощущение, что его вместо нас кто-то берет. Ничего, ничего, мы разберемся, швайне. Не разберутся. Там схема такая запутана, что я теряюсь. Такое мое. Так, шановный Украфтодор, слушайте внимательно. МВФ не резиновый. Наверное у них не хватит денег, чтобы вам вот эти все забаганки ваши покрыть. Так, все. Вы как прерва. Блин, достали. У вас такое же самое? Ни. Мы беремо гроши, инвестуемо и через год повертаемо. А мы беремо гроши, а потом через год еще беремо гроши. Калисперов. Э, 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 куды прештут, черга, алло? Это Греция, они здесь почти живут. Что себе? Я вообще, если честно, не понимаю, зачем вам брать кредиты? У вас богатая страна. Вы можете обивать газ, продавать его в Европу и получать за эти деньги. Вот ты сам себе чуешь? Вот на что этот геморрой? Рытися с земли, в багнюце, что-то добивати, потом продавати. На что это все? Как чтобы можно просто приехать и взять наличман? Ну, если вы только берете, как вы собираетесь возвращать? А я не собираюсь возвращать. Хай возвращают те, кто выборы выиграют. У нас так. Прошу, а че правда, що наступним президентом України може стати комік? Та нет, это прикол. У Ляшка немае шансів. Их, и шо? Ух, рассчитался. Вітаю. Поздравляю. Энхаристо. Займите мне очередь, я скоро вернусь. Вот, да и он. Слушай, а я вот это хотел спросить. У вас сколько до бюджета доходить? 100%? Как иначе? Тоди який понт сюда приезжать? Вообще не понимаю. Зачекайте, у вас что? Гроши не доходят до населення? Та за что тому населенню гроши платить? Сидят біля телеку на диване, релаксують, а я тут парюсь у тесном костюме у сьоми години ранку. К суботу. Ничего себе. А вы не думаете, что люди могут збунт додаваться и выйти на улицы? У нас все продумано. Якщо вони почнут бунт, мы им сразу горячую воду оп и додамо. Розумієш? Ніхто з вами вылазить не буде. Комісія МВФ. Та шо комісія? Шо комісія? Ну как, они к вам приедут и будут несколько дней проверять, куда вы потратили деньги? Я взагалі не розумію, на що несколько дней. Якщо выстачить 15 хвилин. З Борисполя сразу їдеш на кончу заспу, дивишся на будиночки, і розумієш, где ці грошики осіли. І все. Но если комісія все-таки найдет утечку средств... Ну тоді ми будемо діяти радикально. Мить цих МВФСів в цю базу миротворець. Ніхто к нам не в'їде, я тобі точно кажу. О, а ти куди? Ти хто такий вообще? Я Лихтенштейн. Лихтенштейн. Слухай, тут у нас черга. Мені ровно на 8 назначено. Слухай, Лихтенштейн, а скільки там тобі треба? Ну, для розвитія страны примерно 10 тисяч євро. 10 тисяч євро? Слухай, давай я тобі сам дам 10 тисяч, а ти мене пропустиш. Давай? Давай. Все. О, блин, кошелёк забув. Польща, дай десятку. Все, прошу. Та дай десятку, я тобі колись не віддавав. Ніколи. Ось і зараз не віддам. Давай, давай, давай. Ну, домовились? Домовились. Окей, все. Я пішов. Куда ви так спішите? Так, ну, куди? У нас ж там банкет по поводу получення транша. Хочу встигнути. Без вас не почнуть. Уже третій день бухають. А мені ще стол оплачувати. Так. А, блин, забув. Тож я там. Зараз. О, так. Нормально. О, так. О, так. О, так. О, так. Правдоподобно. О, так. Зразу видно, що ви в цьому діле професіонал. Блін. Трохи не попалився. Потримає годинник і Ліхтенштейну його не показуй, бо це два бюджета Ліхтенштейна. Ха-ха-ха. Ха-ха. Ха-ха-ха. 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 У мене таке ощущение, що хто-то із МВФ крестил його рібенком. Ха-ха-ха. Або вони каханці. Ха-ха-ха. Вон! Вон! Пошли отсюда! Вон! До тих пор, поки не поборете корупцію суда, ні ногой! Вибачте. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Нічого. Прорвемось. Та-ра-ра-та-та. Та-ра-ра-та-та. Все буде добре, хлопці. Ха-ха-ха. 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 Ха-ха-ха.